случилась эта горячая история аккурат под прошлый новый год надо сказать что я уже далеко не мальчик 59 стукнуло в этом году ну думаю наработался уже да и пенсия неплохая в общем теперь я на заслуженном отдыхе а чтоб дома не закиснуть придумал себе хобби резьбой по дереву стал заниматься тут и клиентура подтянулась сейчас разные скамеечки да статуэтки если хорошо сработаны в большом спросе да только вот проблема инструмент шлифовальный порой громко жужжит да и лак на весь коридор свой аромат распространяет в общем сижу я как-то раз за работой как обычно никого не трогаю тут стук нет я бы даже сказал рикошет в дверь открываю ухты соседка катерина вот уж огонь баба сисяндры во задница ого-го да и лет на 15 меня моложе словом ягодка как есть и мужика у ней постоянного нет так видел как провожали какие-то хлыщи пару раз и все ну думаю вот фарт так фарт сама рыбка в руки к рыбаку приплыла он нет зря губу раскатал открываю дверь и как начала катька орать дескать и шуму от тебя много и лаком воняет дышать невозможно ну и всякое такое но я ошибка пререкаться не стал говорю мол нет мужика у тебя катерина вот ты и бесишься ты пройди чайком напою сорокоградусным посидим поохаем или полежим тут уж как дело пойдет смотрю смутилась тон сбавила зыркнула своими зенками синими и ушла ну думаю поговорим еще с тобой будет случай прошло пару недель вот и новый год мне и праздновать особо не с кем жена уж несколько лет как померла так кореш васька зашел на рюмку чая и все мы с ним старый год проводили чокнулись как положено покупным оливье закусили тут и куранты пробили поздравились речь царя послушали и тут звонок в дверь думаю кто ж это открываю стоят два мужичка под сорок с мишурой да с ними две девицы лет по тридцать все уже горяченькие веселые видно кураж на месте сидеть не дает на шее у одного из парней болталась ярко голубая мишура у другого эту роль играла вязанка обычных розовых сосисок в руке у первого был посох сделаны из лыжной палки с наконечником в виде резиновой клизмы сверху а девицы были вообще в ударе у беленькой была коротюсенькая юбочка мини как говорится по самое не балуйся и прозрачный белый топик под которым был прекрасно виден бирюзовый лифон едва сдерживающий напор пышной четверки а девицы были вообще в ударе у беленькой была коротюсенькая юбочка мини как говорится по самое не балуйся и прозрачный белый топик под которым был прекрасно виден бирюзовый лифон едва сдерживающий напор пышной четверки черненькая же была одета в узкое мини платье до самых пят чем создавала контраст с подругой но стоило ей повернуться и все встало на свои места на спине был такой вырез аж две половинки мадам сижу приветливо выглядывали наружу вот такая пестрая компания разбавила нашу скромную пирушку тот что в мишуре изящно достал из-за спины пузырь с известной горячительной жидкостью а тот что с сосисками держал тарелку с бутербродами и вязанку мандаринов а девицы любовно обнимали по бутылке шампанского здрасте говорят дорогие соседи с новым годом вас с новым как грится счастьем и вас с праздничком а вы проходите проходите а то мы с василием чё-то приуныли а что можно дома сидеть скукотища а грустить в праздник неохота ведь как говорят как встретишь так его и проведешь в общем прошли добрые молодцы и их девицы в хату сели за стол познакомились парней звали серега и димон оба работают в автосервисе а их подруг аня беленькая и анжела черненькая говорят свободные художницы ну ну рисоваться то они умеют это факт значит познакомились все выпили закусили да мы слегка заскучали хотим говорят танцевать ну что ж на то и праздник чтобы пить и веселиться врубили мы мус тв а там как по заказу дискотека восьмидесятых но мы с василием воспряли духом и давай жечь богама богама мама наверно наш хор слышал весь дом девушки тоже не растерялись анька как выскочила в центр зала да как давай си сиандрами в такт трясти да и анжелка не уступала повернулась к нам мужикам задом и стала восьмерки своими булочками выписывать а димон с сержем знай в ладоши хлопают да в рюмки всем подливают и так мы увлеклись танцами шманцами что не заметили пропажу наших дорогих гостей куда же они девиц то побросали но вроде все нормально анька с анжелкой знай на танцполе резвятся достоинства свои нехилые демонстрируют тут мне по малой нужде приспичило пришлось на время покинуть прекрасных дам а надо сказать что туалет у меня с ванной совмещенный много ли холостяку надо так вот подгребаю к заветной комнате а дверь то не заперта и два мужских шепота я те грю спартак чемпион врешь динамо завсегда выигрывает и пошла перепалка гляжу пузырь у них с собой и огурцов маринованных банка не весть откуда взятые и так сидят димон в ванне а серёга на унитазе чокаются закусывают и каждый костерит любимую команду друга всеми словами которым вряд ли научили в школе вот это здравствуй жопа новый год и где ж мне теперь нужду справлять делать нечего пошел на улицу там немного поглазел на салюты и отправился назад придя домой я быстро прочухал а что добру то то есть двум девицам с пылу сжару пропадать пусть мужики там разберутся по-своему а уж мы с василием найдем чем тут заняться знаете что девушки пока ваши кавалеры отсутствуют предлагаю сыграть в известную новогоднюю игру фанты называется все очень просто в шапку сложим три длинных спички и одну короткую вот кому короткая достанется тот исполняет желание соседа справа давайте скорее играть сказано сделано сложили мы спички в шапку и пустили ее по кругу в первый раз короткая выпало анки а сосед справа василий но анька расскажи с кем у тебя в первый раз было и как вот вася ты даешь ну ладно проигрыш дело святое было это в одиннадцатом классе когда пришла пора выпускных экзаменов мне аккурат 18 в мае стукнуло а математика у меня но никак и все тогда отец нанял репетитора как сейчас помню звали андрей иванович симпотный такой дядька лет сорока пяти ну так вот первые пара занятий прошла как положено а на третьем у меня ручка возьми да и упади а было лето и на мне топик крошечный так что все мои красоты наружу выпали да шортики мизерные вот мой андрюша и не сдержался в общем занимались мы целый месяц усердно и в универ я в итоге поступила разгоряченные такой историей мы дружно подняли рюмки а потом пустили шапку по кругу вновь короткая спичка выпала анжеля а в соседях у нее я чтоб попросить у такой гарной крали а спляши к нам говорю анжелка танец экзотический покажи так сказать товар лицом сказано сделано вышла девица в круг танцпола да как давай зажигать особенно ее мадам сижу старается так и нарезает круги а как прогибалась мы с василием аж ослепли от такой красоты еще бы когда мы еще таких красивых до горячих девок увидели но вот танец закончился и я не сдержался и сунул тыщенку в резинку чулка знойной анжеля потом пришла моя очередь исполнять анки на желание она была таким рассказать за что мужики баб любят за большие титьки или за упругий зад но я и сказал как на духу а это кому как нравится кому нравится арбузы помять а кому за булочки подержаться важно что погонь в душе да чуток пониже горел а уж там кому как нравится потолще похудее помоложе или постарше на вкус и цвет фломастеры разные в общем кураж был такой что дым коромыслом тост за тостом фанты сменились картами тут и серега с димоном к нам присоединились словом как закончилась новогодняя ночь и куда делись васька с ребятами я не помню когда я на утро проснулся то изрядно прифигел лежу в кровати в чем мама на свет родила труселя на люстре болтаются справа дрыхнет блонда анька слева брюни анжелка и чувство у меня такое какое уже сто лет не было хорошее такое совсем как в молодости и верится теперь все будет хорошо после напоил я девиц кофе налил по рюмашке ликеру для похмела пора и честь знать по домам расходиться анжелка все ныло ну куда это я свои труселя подевала вон твои то хоть на люстре висят а мне теперь идти все самое интересное студить от предложенных мной кольцо над казалось в общем посадил я красных девиц на такси и маленько вздремнул к вечеру когда пришел в себя помылся побрился надел все чистое да новую рубашку прихватил бутылку шампани и коробку вкусных конфет как думаете куда отправился ни за что не догадаетесь к соседке катерине новый год время исполнения желаний а уж я постараюсь исполнить самое горячее желание с моей спелой ягодкой соседкой